Погнали. Денис, приветствую тебя. Очередной эфир, очередная неделя технических фундаментальных анализ. Разбираем, друзья, для вас общую ситуацию, которую видим самые актуальные, самые интересные возможности. Разумеется, работаем с ковидной темой, работаем с президентскими выборами, хотя, ну что, можно говорить, уже Байден одержал победу. Я думаю, что уж там республиканцы, конечно, пытаются что-то пересчитать, но, наверное, в сути дела уже это не изменит. Поэтому, друзья, если вас интересовало раньше, кто станет следующим хозяином овального кабинета, это демократ Байден. Но, опять же, кому интересно, что будет дальше с рынками, с фондовым рынком при Байдене, кстати, на нашем канале Амаркет есть ролики на эту тему. Ну, мы, кстати, с Денисом тоже неоднократно уже озвучили для вас перспективы того же самого фондового рынка и рекомендовали только лишь ланги и вчера, Денис. Я тебя поздравляю. Все, скажем, индикаторы основные широкого американского рынка – NASDAQ, S&P, Dow Jones. Ну, ладно, NASDAQ, он все-таки еще не вышел, не обновил исторический максимум. А вот Dow Jones и S&P просто улетели в космос. И сейчас какой бы прогноз мы не взяли бы от инвестбанков, вот я последней сети только что читал, 4 тысячи они ждут по S&P до конца этого года. Почему бы и нет? Если рынок может расти локально на таких новостных вбросах, как мы с тобой кулуарно обсудили уже, а вчера в спопуляциях, то он может вырасти еще сильнее на какой-то системной такой почве, например, на новых мерах экономического стимулирования. Я тебя еще раз поздравляю с твоими победами на фондовом рынке. Это круто, зная то, что ты инвестор, очень много проектов у тебя, в том числе через IPO. Ну, на таком росте я уверен, что все будет в шоколаде. Самое главное, чтобы этот тренд сохранялся. Давай тогда к нашим идеям, к именно ситуации в целом на рынке. Начнем с меня, с демонстрации. Давай. Денис, ну, сегодня, наверное, уместно обратить внимание на индекс доллара, потому что, зная про перспективы индекса американской валюты, можно вообще делать прогнозы, потому что может произойти с другими инструментами рынка Форекс. Золото сегодня тоже актуально разобрать, учитывая его вчерашнее падение. Ну, и классика, фондовый рынок, который я только что отметил, там, разумеется, только лишь признание побед. Индекс американской валюты, друзья, остается под давлением, как неоднократно мы тоже с Денисом. Вам говорили, у индекса доллара практически не было шансов показать какой-то уверенный рост, ну, разве что на неопределенности, которая сохранялась несколько дней в Штатах, в связи с ситуацией, с выборами. Но эта неопределенность уже как бы канула в лето, и мы признаем победу демократов и ждем, готовимся к мерам экономического стимулирования, которых также много раз с позиции фундамента я вам эту ситуацию обрисовывал. Новые меры экономического стимулирования больше двух триллионов, как ожидается, и оптимист считает, что до конца года, наверное, стоит все-таки принять решение по доп. господдержке, потому что ситуация с ковидом требует проактивных действий от властей. Вчера вы наверняка, друзья, все заметили очень мощную волатильность на финансовых рынках, это, опять же, падение золота, рост американских индексов, фондового рынка, падение золота, это как раз доказательство того, что локальный позитив был настолько крутой, что трейдеры решили выйти из олицетворения защиты финансовых активов. И этот позитив был связан с сообщениями о вакцине от всем известной фармацевтической компании Pfizer. Да, я признаю, но что, если они действительно добились какого-то серьезного прогресса, очень большая выборка по испытаниям, там больше 50 тысяч человек протестировано. Ну, будет круто, конечно же, если им удастся положить начало какому-то адекватному, нормальному сопротивлению борьбы человечества с этим коронавирусом. Я, конечно же, обвиню камень за то, чтобы эту тему ковидную мы уже оставили где-то в прошлом. Но если быть реалистом, вы должны понимать, друзья, прежде чем вакцина получит общественное распространение, пройдет очень много времени. Я думаю, то, что не меньше полугода. И, соответственно, за полгода с ковидной темой, с теми темпами распространения инфекции, как сейчас, картина может ухудшиться в разы. Все это к тому, что мы возвращаемся к единственной панацеи, которая сейчас есть от этих экономических проблем. Вот эти инъекции денежной ликвидности, о которых много раз уже было отмечено. По индексу доллара картина ничуть не изменилась. Я рекомендую только лишь шарты. Для тех, кто не продавал раньше, можно присмотреться к атошке с топ с уровня 92.50. И мне кажется, то, что цели 92, это даже скромные уже ориентиры, дальше будут значения гораздо ниже. Что касается золота, вот только что я отметил по поводу того, что сброс золота был обусловлен всплеском рыночного позитива, что ура, наконец-то удалось победить ковид. Но это не так. Только что уже прокомментировал. У меня, кстати, давно висела отложка с уровня 1860. Байстоп, она благополучно сработала. Я в рынке и жду повторного захода на золото в район 1950 и выше. Для тех, друзья, кто все-таки сейчас тоже присматривается к сделкам, но не оказалось так выгодно в рынке, как я, можете ориентироваться на значение 1900. И, соответственно, после закрепления золота выше этого уровня вполне актуальны также будут лонговые темы. Потому что про потенциал роста золота не стоит забывать из-за грядущих рисков инфляции, поскольку, как уже было отмечено, страны, все мировые центральные банки и власти будут продолжать стимулировать экономику через печатные денег, перезапуски станков и, соответственно, вливание в экономику триллионов ликвидности, скажем так, в долларовом эквиваленте. Поэтому по золоту сценарий, в принципе, тот же, что и раньше, покупки и, соответственно, их удержания до новых локальных максимумов. Что касается фондового рынка, у меня была традиционная сделка по Dow Jones, я все-таки больше всего верил в Dow Jones, потому что он единственным раньше из трех индексов не обновил локальный максимум. И вчера благополучно я своих целей достиг, там почти 30 тысяч пунктов было, ну почти. Сейчас я рекомендую, друзья, посмотреть на S&P и попробовать его окупить в случае отбоя от скользящей средней, он же уровень 3,450. То есть в случае, опять же, локальной коррекции, которая вполне возможна, какой-нибудь дополнительный новостной вброс о том, что вакцина может оказаться не настолько эффективной, рынок может утратить веру в такое безоблачное будущее для мировой экономики и оказаться ниже текущих значений. Но потом, как я уже отметил, все равно все укусы в тему неизбежных новых мер экономической поддержки, а это уже вытащит индексы снова на новые уровни и максимумы. То есть покупка с отметки 3,450. Кстати, сегодня я видел прогноз от Citi, они рекомендуют держать S&P до 4 тысяч пунктов до конца этого года, то есть фактически на отработку этой цели еще полтора месяца, скажем так. Денис, слово тебе передаю. Хорошо, слово взял. Показ рабочего стола тоже сделал. Я как раз прямо сейчас просматриваю индекс S&P 500. В целом я согласен с растущей тенденцией тоже. Единственный только момент, конечно, вчера, если посмотреть внимательно на дневной график. Сейчас у меня переключат, что-то подпробливает. В общем, ситуация такова, что на дневном тайме, переключайся давай уже, у нас получилось, что-то очень вовремя подвисать любят терпеть. Видимо, это MT4, с его глюками. Ты торгуешь на двух таймфреймах на времени. Да, это слишком сложно получилось. Суть. Подгрузка идет у меня в фоновом режиме, просто еще дополнительных мерцает теперь все. В общем, плохая была идея переключать таймфрейм, слишком сложно было для MT4. В общем, в чем дело в том, что я действительно склоняюсь к варианту, что движение вверх продолжится. То есть у меня вот построены, собственно, два диапазона для этого. То есть самая ближайшая – это область покупателей. Вот она, 3.525, 3.455. То есть это очень сильный такой диапазон, с которого как раз вчера произошел выброс вверх. И, следовательно, эта область очень часто будет удерживаться в дальнейшем. Вот это единственное, что меня смущает – это такая большая тень. То есть для дневного графика, конечно, когда еще расширенный канал протестировали, то эта тень чаще всего означает, что рынок как минимум готов на коррекцию сходить. Поэтому я на всякий случай накинул еще ниже вот такую вот зонку. Тоже это зона покупателей, но это уже с четырехчасового графика сделано. Поэтому в целом, по большому счету, то ситуация, я считаю, особо не менялась. То есть движение вверх у нас приоритетное действительно сейчас остается. И дальше лишь вопрос времени. То есть просто тупо сидеть и ждать, пока все это отработается. Вверху цели ставить, ну, мне кажется, это сейчас бессмысленно, потому что рынок никогда не был на тех высотах. И все это будет как пальцем в небо. То есть мы можем говорить так – 3,700, 3,800, 3,900. Короче, каждую сотку пунктов просто называть как новая цель, потому что другого особо не остается. Но когда анализировал опционную картину рынка, то там действительно были цифры по месячному контракту и по многим недельным контрактам, эта цифра на 3,800 была. Поэтому я не уверен, что 4,000 добьют в этом году. У меня очень-очень огромные сомнения на этот счет. Но 3,800 во многих отчетах все-таки мелькали. Поэтому, мне кажется, 3,800 еще может взять, а 4,000 – это уже перспектива на следующий год. Тем более, он сегодня затрагивал тему касательно стимулирования экономики. Опять-таки вопрос, скорее всего, его поднимут. То есть нужна ли сейчас эта стимуляция? Ее могут просто немного отложить и сказать, что если действительно полноценно вторая волна будет, тогда мы стимулирование экономики сделаем. Потому что, в принципе, сейчас не такая уж и плохая ситуация на рынке, чтобы так активно вводить стимулы. Поэтому, мне кажется, могут их немножко отсрочить. Касательно золота. Золото – это, пожалуй, тот инструмент, который больше всего меня вчера удивил. Почему? Потому что по золоту у нас очень сильная область поддержки была вот в этом диапазоне. Здесь просто шикарная, на самом деле, была поддержка. И с точки зрения объемов, техники, подцикла. Ну, короче, абсолютно все указывано на то, что с этой области могут запросто пойти протестировать максимум. В любом случае, именно так и ожидал по приоритету. Но, честно, вот эту свечу 100-долларовую, как-то у меня, ну, она совсем в планы не входила. И раз уж так произошло, то, конечно, пришлось быстренько перестраиваться, смотреть, то есть, что поменялось на рынке, как выглядит сейчас текущая ситуация. И, ну, у меня личное впечатление, во-первых, внизу протестировали контрольную маржинальную зону – это раз. И очень часто цена подходит потом к одной-второй с обратной стороны в сочетании тоже с локальными уровнями сопротивления и ДПОКом – это два. Поэтому, если здесь и будет какая продажа, то это диапазон 1908-1916. Вот это наиболее сильный диапазон с точки зрения сопротивления. Все, что ниже, в принципе, могут распиливать и пройти повыше именно вот к этой зоне. А от нее уже как раз будут смотреть продажи с самой ближайшей целью на 1815. Вот так получается у меня вот такая картина по золоту. И по индексу бакса здесь у меня ничего не менялось. Точно так же, как и у тебя. То есть, продолжение движения вниз. Ближайшая цель 91.70. Если смогут пробраться немножко выше, тогда точно такой же сценарий. Но, единственное, вот вверху зоны. Мне бы, конечно, хотелось бы увидеть от этой зоны отскок, потому что диапазон для сопротивления реально очень сильный. То есть, 93.25, 93.55 – очень сильный диапазон. Это зона продавцов в сочетании с крупными объемами, в сочетании также с локальными уровнями. У нас именно этот диапазон является максимально сильным. Да, внизу там есть, откуда изначально отскочили. То есть, у нас вот был уровень, даже до него цена немного буквально не дошла. Это как самая первая целью являлся. Ну, имеем, собственно, что имеем на данный момент. Но с дальнейшим сценарием снижения я полностью тебя поддерживаю. То есть, я тоже вижу по направленности вниз. И вот реальная цель 91.70. То есть, это минимум еще сентября. И вообще минимум текущего года по индексу. И его, в принципе, грех не протестировать. Поэтому я за шорты по индексу. Следовательно, лонги по S&P 500. Так как они движутся в основном в противоположном направлении. Ну, вчерашний вброс не в счет. На подобных резких вбросах могут быть абсолютно хаотичные движения. Поэтому это мы не учитываем. Если брать в целом, то есть на динам графике, открыть динам график и посмотреть общую концепцию движения, то мы видим, что практически везде у них общая корреляция проходит. Но по золоту оно сейчас, скорее всего, больше подозревает, что само по себе будет. И поэтому, так как потихоньку вручается риск он, то есть, соответственно, инвесторы более уже склонны к аппетиту, к рискам. Поэтому фактически золото и начали активненько выходить. То есть, как правило, когда выход происходит с крупных позиций из золота, то считается, что рынок становится более... Инвесторы более агрессивно становятся к рискам. И, следовательно, все рисковые валюты, активы, акции компании, они, следовательно, устремляются в рост. Ну, а золото, наоборот, либо флетит, либо понемногу падает. Поэтому я здесь больше за падение. Есть и более дальняя цель. Но туда я пока не загадываю. Только посмотрим еще. А пока что 1815. Денис, спасибо тебе за комментарии. Что ж, удачного тебе трейдинга. Следующий эфир у нас с тобой уже в четверг. Будем разбирать актуальную ситуацию, смотреть, где к тому моменту будет фондовый рынок с учетом последних новостных изменений, где будет индекс доллара. Ну, это, в общем, разговоры о четверга. Спасибо тебе за эфир и до скорой встречи. Пока. Все, и тебе спасибо. До четверга. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.